В эфире секретный масонский канал от искусственного интеллекта. Сегодня, Татьяна, день, господа. Это не только день студентов. Итак, если вдуматься, то студенты не являются независимыми переменной, а студенты, они внутри все-таки университета. Так уже повелось 200-300 лет. Говорят 400, но я не видел. Ну, по крайней мере, 200 лет мы знаем мое первое поздравление господину Ширикову. Человеку, который работает в греко-славянской академии или славяно-греческой академии, то есть первый университет России. Господин Шириков, я поднимаю тост за вас, как за человека, который работает в самом первом, высшем заведении. Первый раз я себе позволил не чай выпить в эфире, а поднять за вас тост. В связи с Татьяниным днем, днем студента, ну и, соответственно, днем преподавателей, позвольте мне рассказать одну историю, которая характеризует нашу русскую математическую школу. То есть, по большому счету, если так рассмотреть, за последние 50 лет, а может быть и 100 лет, русская математическая школа на настоящее время, она самая сильная математическая школа в мире. Даже больше, чем немецкая и французская. Хотя, конечно, это правда, русским приходил догонять немцев и французов, потому что, ну, например, что такое наша академия наук? Это Петр Первый заплатил деньги Лемецу, а Лемец уже на тот момент сделал Королевскую академию наук в Берлине. И Петр Первому дал денег, чтобы он сделал проект Академии наук России. Лемец все это написал, но Петр Первый умер. И реализовать этот проект его жена Екатерина Первая вместе с Дашковой, да. Вот. Ну, естественно, весь 18 век, когда начиналось все это, приглашали, значит, иностранных ученых, потому что у нас своих-то еще пока не было. Вот. Ну, например, Эйлер. Эйлер. Великий Эйлер. Число Эйлера. Экспонента. Он работал в Петербурге до самой смерти. Вот. Вначале он на большие деньги приехал из Швейцарии. Ему дали там домик, а потом пожаре сгорел. Потом Екатерина Вторая дала ему денег на каменный домик. Он сейчас до сих пор стоит на Васильском острове. Там маленькая такая вот мемориальная табличка. Здесь жил Эйлер. Эйлер. Когда его первая жена умерла, она была живем в Академии науки, естественно. Он женился на ее сестре, а сестра жила вместе с ними. Он же ослеп. Ну, почти ослеп. Но, тем не менее, Эйлер – великий математик. И вот после уже Эйлера, там, 19 век, русские ученые догоняли. То есть, там, ну, взять неравенство Чебышева. Да, великая прекрасная неравенство Чебышева. Потом у Пафнутия Любович Чебышева ученик, вот, соответственно, Марков. То есть, такое же неравенство, на самом деле, Маркова в теории вероятности. Да, вот. Ну, а после уже Калмагоров. Калмагоров дал всеобщее определение вероятности, которое пользуется во всем мире. Это тройка. Там, Омега, Ф, Йота и, конечно, аддиктивная функция вероятности. То есть, русские вскочили на подножку уходящего поезда в самый последний момент, но вскочили. То есть, какое-то место там есть у русских ученых, среди таких великих гениев, как Бернули, Лаплас, Гаусс. Король математики, Гаусс. Вот. И в настоящее время минуло уже лет сто с лишним. А математическая школа у нас действительно очень богатая. Очень богатая. Несмотря на нашу, как бы, ничету по сравнению с другими странами, у нас выпускается 700 тысяч в год школьников. Из них, если взять Фистех, Махмед, Медмах, Новосибирск, Омск и так далее, так далее, у нас примерно 1000 экстра класса студентов-математиков. В результате у нас в стране более чем 25-50 тысяч математиков действительно экстра класса. Вот. Нам повезло, мы на Фистехе учились, у нас преподавал Сергей Михайлович Никольский, да, легенда русской математики, легенда, совершенно легенда русской математики. Он дожил до 106 лет, как известно. Вот. Прекрасный курс математического анализа. Вот. И у меня был такой случай интересный, что я, когда пришел устраиваться на кафедру высшей математики Питерского политеха, да, ну, тогда уже был как бы университет, там называется, ну, неважно. Вот. Захожу, а там бедная атмосфера, это был 2005 год, вот, и смотрю, там на газетке было интервью Сергея Михайловича Никольского. Там приклеено на газетке интервью Сергея Михайловича. Я так, о, Сергей Михайлович! И вся кафедра сбежалась. А вы что? А вы знали Сергея Михайловича? Я говорю, ну, как же, у меня в зачетке все матанализы и все его бедерки. Это Сергей Михайлович, он же у нас лектор, а я ходил сдавать лекторам. И с тех пор на кафедре девчушки, секретарши, или как их называют, если кто-то заболеет, значит, а, он еще из тех, он и Сергей Михайлович учился, значит. Теория вероятности, кто-то заболел, вот пускай идет. Матинализм, вот туда его. Линейная алгема, вот туда его. Вот там дифференциальное уравнение, вот пускай идет преподаватель. Вот так я и ходил. Потому что, как бы, считалось, что, ну, ежели ты учился в Сергея Михайловича Никольского, то, конечно, ты все знаешь. Так вот, в этот Татьянин день конечно, очень вовремя вспомнить таких людей, как Сергей Михайлович Никольский, например. Вот. Еще у нас преподавал замечательный педагог Журавлев, математическая логика. Про него ходили слухи, что он в Новосибирске соблазнил, блин. А в Петербурге я преподавал, вместе мы экзамены сдавали, значит, принимали, вернее, принимали экзамены с таким вот очень хорошим профессором, господином Бурковым, который сказал, что он очень слухой такой был человек, очень воздержанный, очень любил математику. Показывал мне его статьи на английском «Теория автоматов» там, что теория вероятности – это есть математический анализ пространства с мерой. Вообще, конечно, студентам это не очень понятно. Им лишь бы сдать. Не, на самом деле им не лишь бы сдать. Студенты устроены так, как батон с изюмом. То есть, есть общая масса студентов, есть внутри маленькие вкрапления изюма, то есть, те, кто дальше будут вот такими умными головами, а это общая атмосфера. То есть, вот общая атмосфера там примерно оценки, ну, там 4, 4 с чем-то, там, может быть, 3. А вокруг есть такие совершенно те, кто влюблены в предмет, математику, ну, или в квантовую физику, ну, к примеру, да. Вот, или для аналогии, может быть, там, где-нибудь в химию. Вот, это общая масса, которая поддерживает вот этот весь градус атмосферы, напряженности. Конечно, среди них есть самые талантливые. Ну, вообще, студенческая атмосфера, это, конечно, это дух вот такой вот, от родителей ушли. Свобода, молодость, счастье, ну, влюбленность, конечно, там, да, сами понимаете. Вот, но и еще познание. То есть, там, дух познания, дух такой свободного ума, ну, и даже вот пришел на лекцию, не пришел, но все равно какой-то свободный ума соединяется с молодостью. А после этого, допустим, уже после 30 лет, это уже не то. Вот. И вот, не важно, что сейчас там ругают Путина, не ругают Путина, по-барбану ругают Брежнева, не ругают Брежнева, но тоже все. На самом деле, вот до сих пор, вот то, что сохранилось, вот эта вот университетская система, можно назвать ее, в частности, советской, можно назвать ее сейчас какой-то такой уже немножко другой, но если так вот посмотреть внимательно, у нас очень много профессоров хороших, и есть очень много возможностей, в частности, даже есть и не такие возможности, а очень сильные возможности, например, по Ютубу, по интернету, из самых сильных, например, по эконометрике. Любой может посмотреть интернет-ролики Бориса Борисовича Демешева. Сколько он может там преподавать? Ну, 100-200 человек, да, в своей школе, в высшей школе экономики, на своем предмете. А в Ютубе, пожалуйста, смотрите, миллионы. То, что, как он читает, как он рассказывает, краткие, небольшие ролики, бесплатно, совершенно бесплатно. Вот. Вообще гениально. А его книга, зелененькая книжечка такая, его там, задачки по экономистике. Вот. Ну, прекрасно. Ну, допустим, человек, ему трудно. А вот ролик там, за 10 минут, обладеть, посмотреть, как он рассказывает, и вот эти там, студенты и так далее, критерии. Ну, то есть, в настоящее время очень много возможностей, и у нас очень хорошо. Ну, конечно, так как Борис Борисович, мало кто представлен, но есть потрясающие, совершенно, совершенно потрясающие ролики МГУ, например. Допустим, вы просто преподаете дифференциальное уравнение. Вы забыли про Демишева, хотя он хороший преподаватель, да, Борис Борисович. Вы изучаете дифференциальное уравнение. Обычный прием преподавания, вот они идут, первое, второе, третье, четверто там, ну и так далее, там, где-то примерно, ну, на семестр, или на два семестра курс. Ну, в результате, вы знаете, основные дифференциальные уравнения, просто основные дифференциальные. А в Ютубе есть часовые ролики Мехмата. И там показывает вам, что такое настоящее дифференциальное уравнение. Чтобы понять, что там вообще рассказывают профессора Мехмата, это нужно быть либо Камикадзе, как все они, что поступили на Мехмата, Камикадзе, естественно. Либо знать дифференциальное уравнение, преподавать их. Это такая вещь, это настолько великая красота, что я уже на 38-ой минуте чуть не плакал от счастья. Поэтому сейчас если так честно разговариваться, то там ругают образование, не ругают. Но дело в том, что сейчас есть возможность понять. Причем вы можете понять на нескольких языках. Какая разница? Берешь, рассматриваешь, схеме,